МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, Югра! У меня, собственно, два вопроса. Первый вопрос, который вам, скорее всего, ни разу еще никто не задавал, почему же мосты, а не мосты? Вот. И второй вопрос. Нет, давайте ответим на первый, а потом я буду приставать дальше. Окей. Мосты – это с перевода коренных народов от Югры означает «нужный» слово. Цель проекта показывает, что искусство нужно в Югре, и специалисты нужны. Замечательно. Ну, я же первый был, да, кто спросил? Теперь мы успокоились. Андрей, вы уже давно в мире арт-терапии. Расскажите все-таки, для чего, для кого, что, для чего вообще все это? Сильно прямо в арт-терапию мы не уходим профессионально. Вот. А основная задача – это раскрытие творчества и самоутверждение молодежи через искусство, поиск себя, своего потенциала. Угу. А для кого вы проводите, если можно их так назвать, мастер-классы? Мы проводим их в основном для молодежи. Это разные категории, как вы видели. Это и ребята с особенностями, вот, и просто ребята, которые приходят в арт-резиденцию города Нижневартовска. Вот. Занимаемся со всеми. А особенности – это виртуальная реальность, либо скетчинг, рисунки на листах в зимний период, а в летний период – это рисование на стенах. Угу. А должен ли человек, который участвует в проекте, хотя бы иметь представление о том, что такое граффити, о каких-то основах рисунка, или вы считаете, что это такое дело наживное? Да, вы правильно отметили, это дело наживное. Вот. Мы в начале своих занятий обычно рассказываем азы, а во второй половине занятий мы уже рисуем на заданную тематику. Поэтому любой может узнать новое что-то для себя. Андрей, а вы стремитесь стать как Бэнкси, таким же непредсказуемым, никто его не видел, а картины продаются на аукционах за миллиарды? Или у вас какой-то свой путь, и вы просто… Ну, вам нравится искусство? Да. Вот почти все, что вы сказали, совсем согласен. Но вы меня видите, поэтому я уже не Бэнкси. Вот. Но все впереди. Так, такой вопрос. Поскольку это терапия все-таки, да, арт-терапия, каким образом это помогает в здоровье человека, в здоровье ваших учеников? Подопечных, да. Да, учеников. Подопечных. Ну, вообще они заряжаются энергией, позитивом. Я вижу, как они чувствуются вот частью культуры, частью молодежи. Это только положительные качества в этом. Андрей, а вот если говорить про баллоны, места, где вы расписываете, как вы их, во-первых, находите, где рисовать баллонами, и согласовывается ли с теми, кто предоставляет это место, что будет изображено непосредственно на этом месте? Или там на свободную тему? Даже свободная тема, она все равно согласуется с собственником. Вот, к примеру, мы вот вчера только узнали, что получили поддержку главы города Нижневартовска на реализацию четырех, трех площадок раскраски. Это будут такие рисунки по номерам для детей. Все смогут прийти, порисовать. Специалисты там прям покажут, как это лучше сделать. И такие будут большие стены созданы. Андрей, по поводу материала. Любая краска из баллонов или исключительно какой-то одной марки и одна какая-то там консистенция или что-то как-то еще? Да, мы стараемся использовать краску, которая на водной основе, в спрее, которая имеет такой небольшой запах, так сказать, невредный, как профессиональная краска для уже взрослых участников. Андрей, спасибо огромное за беседу. Мы будем надеяться, что вы не остановитесь и преобразите все города округа и везде будет красиво, ярко и сочно. Ну а мы ждем вас с новыми проектами обязательно у нас в эфире. Всего доброго. До свидания.